Между тем, Домбра объединила более 250 музыкантов в Актобе. В национальный праздник они исполнили в унисон произведения известных кейшеп. Моя коллега Наталья Салькова успела оценить игру начинающих и уже профессиональных дамбристов. Наталья, после такого живого исполнения, многие зрители наверняка изъявили желание научиться играть на национальном инструменте. Добрый день, Арестан. Это действительно так. Домбра в Актобе сейчас особенно популярна. Игре на этом инструменте обучают во многих музыкальных школах и студиях. И с каждым годом число учеников в них увеличивается. Интерес к музыкальному инструменту возрос в том числе благодаря и казахстанским исполнителям, успешно выступающим на зарубежных сценах. К примеру, ни один концерт всемирно известного Димаша Кудабергена не обходится без исполнения произведений на Домбре. Вот и сегодня десятки горожан собрались в Центральном парке культуры и отдыха, чтобы продемонстрировать свою любовь к инструментальной музыке и, в частности, к Домбре. Праздничное мероприятие объединило людей разных возрастов. Любители и начинающие музыканты получили возможность выступить наряду с профессионалами. Они одновременно исполнили произведения выдающихся композиторов казахского народа. Вместе с профессионалами это для меня очень большая честь, потому что не каждый может играть с профессионалом. Для этого нужен большой труд, упорство, талант нужен для этого. Сегодня во время концерта прозвучали произведения людей, чьи имена вписаны в историю казахской инструментальной музыки. Казангапа Дины Нурпиисовой, Курмангазы, Ахмета Жубанова. Октябрьцы смогли насладиться виртуозным обращением с Домброй учащихся в музыкальных школ и колледжах, а также оркестра национальных инструментов областной филармонии имени Газизы Жубановой. И большой интерес со стороны горожан к подобным мероприятиям говорит о том, что национальный день Домбры стал праздником не только для музыкантов и акинов, но и для всего народа. Это вообще очень великий, хороший праздник. Вообще этот праздник нужно было, думаю, создать вообще давно, давным-давно уже, так как Домбра это у нас наша история, это история наша, великая история, величайшая. Например, вот сын у меня тоже ходит на Домбру, участвует, вообще каждый казах должен уметь играть на Домбре. Различные мероприятия с целью возрождения и развития национального искусства в Ахтубе организовывают не только чиновники от культуры, но и активная молодежь. В последнее время среди молодежи очень популярна Домбропати, которую планируют провести и сегодня. Есть даже движения Домбристов, которые хотят сделать этот инструмент культовым. А у меня к этому часу все остается добавить, что музыкантам сегодня удалось создать для горожан атмосферу праздника, которые успели насладиться и жители многих других городов республики. Спасибо, Наталья Салькова, о том, как национальный праздник Домбры отмечают в Ахтубе. Там, к слову, 250 музыкантов в унисон исполнили произведения известных киша. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!